то можно взять вот эту штуку. Смотрите, как закрепили классно. О, смотрите, я починил. Почему нет никакого большого указателя? У этой квартиры прикольный вид. Ну, тут штукатурки не хватило. Бизнес-класс. Приятно видеть вот такую трещину. Ну, здесь все говно с этой кровли будет течь прямо туда. Напишите, пожалуйста, в комментарии, правильно сделано, качественно сделано. Может быть, я просто придираюсь. Дырка в космос. Через нее просвечивается бетон. Видите, заело все. 2,2 метра. И вот здесь просто такая дырень. Раз горит лампочка, два не горит лампочка. Что это? Звал бы это похабно. Ну, и самое, конечно, классное, здесь кнопка торчит сетка. То есть, а не только комплекс все равно, он будет всегда в цене. Что это за позор такой? О, а тут у нас открыто. Как это классно сделано. ID-парк победы. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня мы с вами в ID-парк победы, который сдали 30.06.2023 года, а на днях уже начали выдавать ключи. Мы вместе с вами посмотрим, как застройщик сдал свой первый дом в жилом комплексе бизнес-классе. О комплексе я очень подробно рассказал в своем видео. И для вашего удобства ссылку на это видео оставил в описании к этому видео. Первое, у меня есть вопрос вот к этим стыкам. Обратите внимание. То есть, если вот этот стык еще как-то ровненько смотрится, то вот здесь как-то они сделали не очень-то красиво, но, надеюсь, поправят. И еще у меня вопрос вот к утеплителю. Вот-вот-вот, вот к этому месту, которое вы видите в центре кадра. То есть, мы видим, что утеплитель не прижимается к другому утеплителю. Ну, то ли они это цементом замажут, потому что, например, видите, вот раз стык такой виден, два, есть щель, а выше этого уже нет. То ли это они подожмут, подправят, то ли останется так, как есть. Это у нас, друзья, третий этаж. А дальше мы видим утеплитель чуть дальше. И здесь вообще никаких вопросов у меня пока что нет. Вот здесь идет стройка. Застройщик сделал вот такой проход. И, уважаемый застройщик, там уже пол провалился. Хотелось, чтобы вы исправили, чтобы никто, не дай бог, не сломал ноги. Забор, конечно, выглядит, ограждающий конструкции так себе, такой щель. Что вы это сняли с другого места или все падало сверху. О чем говорят как раз и вот большое количество мусора. Ну, блин, ну уберите за собой. Что это за позор такой? Страшно даже проходить. Здравствуйте. Ну да, вот здесь еще вопросы к стыку утеплителя. Видны щели. Вот здесь мы видим, что отсутствует кусок утеплителя. Рядом мы видим тоже щель. А каждая щель – это мостик холода. Это, соответственно, теплопотери. Возможно, образование более холодной куска стены – это плесень и все последующее с ним. Вот здесь мы видим, что тоже не хватает кусочка утеплителя. Ну вот здесь уже достаточно все сделано четко. Тут вот пока к утеплителю... А нет, вот есть тоже вопросы. Поднимаем чуть камеру выше. И вот видите, вот видны такие щели. Их, конечно, здесь не должно быть. Понятно, это все закроется цементом. Но, извините, теплопроводность у цемента и утеплителя очень-очень разная. Напомню, что за забором – это не стройплощадка. Но мы здесь видим большое количество мусора, которое прилетело с стройплощадки. Ну и, конечно, почему... Вот, например, я помню, был в жилом комплексе от застройщика У-Поинт. И, соответственно, там был красивый забор, ровный, одноцветный. А здесь, блин, такое ощущение, что они со всех строек своих собрали и сюда привезли. Вот зато мы знаем, как утеплитель применяет здесь застройщик. Ну тут полиэтилен, ну, блин, конечно, как-то так. Не очень приятно, когда рядом вся территория, она уже вот в мусоре. И этот мусор почему-то никто не убирает. При этом на стройке есть и прораб, руководитель стройплощадки, руководители вообще самого проекта. Почему они это не видят, мне, честно говоря, непонятно. Или видят, но ничего не делают. Смотрите, друзья, здесь оставили дерево. И, конечно, будет классный вид. Открываешь окно, а у тебя здесь красивый и высокий тополь. Кстати, вот здесь видно, что некоторые стыки, такое ощущение, что они подпенели и потом пену отрезали. Вот видите, вот они такие более темные, они зеленого цвета, такой какой-то красноватый. Первый этаж у нас такой в крупноформатной плитке. Видите, тоже один материал утеплитель, а здесь уже другой идет. Он отличается по цвету. Главное, чтобы по характеристикам не отличался. Ну, вот видно, вот здесь, например, куска не хватило. То есть, по идее, это должны плиту демонтировать и заново установить. Чуть выше то же самое. Но такие есть небольшие огрехи по всему фасаду. Соответственно, все знаем, вот там у нас Московский проспект. Я уже об этом всем рассказывал. Здесь большое количество прумки, которые, к сожалению, в ближайшие лет 10 точно никуда не денется. Это железная дорога, ЛЭП. И вот он, первый дом, который сдал застройщик. Соответственно, раз он его сдал, то он должен соответствовать 100% проекту. Так, по крайней мере, написано в 55-й статье Городостроительного кодекса. Что мы видим здесь? Ну, это, наверное, территория не относится к комплексу, и вот это тоже. Потому что мы здесь не видим никакого благоустройства. Здесь должен быть, по идее, стоять столб уличного освещения. Но мы здесь вот видим, вот так электричество раскидано для нашей, наверное, с вами безопасности. Очень интересно вот это сделано. То есть здесь, смотрите, поребрик начинает идти вниз, а вот с асфальтиком что-то как-то здесь не доложили. Землю это тяжело назвать. Грязь. Здесь мы с вами видим оголенные провода. Здесь, здесь, здесь. Для уличного освещения травой здесь просто не пахнет. Здесь что-то взошло, непонятно что. Но при этом отмечу, что семена травы есть. Это, соответственно, нужно полить. А раз дом сдали, то уже передали в управление управляющей компанией. И это уже зона ответственности, соответственно, управляющей компании. Ну вот я вспоминаю рендеры. И по рендерам, как я помню, выглядело все совсем, друзья, по-другому. Сам фасад смотрится красиво. Есть небольшие огрехи. Здесь, здесь. Ну вот такие по мелочи. Издалека он вообще смотрится красиво. Вижу водосточную трубу. И вот мне... А, она идет сверху прямо от террасы людей. Да, странная, конечно, система. Могли бы что-то сделать поинтереснее. И... А вот здесь, в центре кадра, я обратил внимание, что прямо из-под отлива торчит утеплитель. Туда будет попадать влага, и он со временем разрушится, к сожалению. Не мешало бы поправить. При этом этот дом, помните, как проект позиционируется бизнес-класса. Вот эта плитка смотрится красиво. Клеймеров здесь никаких не видно. Не сказать, чтобы плоскость была соблюдена ровно. Ну... Хотя бы... Хотя бы зазоры практически одинаковые. И приятно смотреть. Но вот по мне нужно как-то более... Лучше закреплять ее, чтобы не было вообще люфтов. Айди-парк Победы. Этажность. Какая квартира, такая красивая подсветочка. А, знаете, как закрепили классно. Красавчики. Ну, правильно, никто шатать не будет. Видите, один саморез. А сюда нужно второй вкрутить. Но они его просто пожалели. Большая алюминиевая дверь. А здесь мы видим стекло, которое не отмыто. Стекло сверху тоже не отмыто. Все в грязи. Дверь закрыта. Странно. И в бизнес-классе. Визит, который ставят во все дома эконом-класса. По мне, это очень странно. Есть вот такие двери. Вообще непонятно. То есть, я могу догадаться, что это выход на лестничный марш. Здесь аналогично убогий стоит визит. Убогий, потому что это просто смотрится очень дешево. Может быть, система хорошо работает. Но внешне это, конечно, не бизнес-класс, а обычный эконом. Ну и обратите внимание вот на этот стык. Чего-то не хватило. Не могли это как-то разнести, чтобы хотя бы расстояние было одинаковое. Мне, честно говоря, непонятно. При этом, обратите внимание на конструкцию, которая выходит из стены, которая удерживает вот этот, ой, не конек. Вот это стекло, забыл, как называется. Вот обратите внимание, что вырезано так очень четко. То есть, они молодцы, взяли вот тут, красиво вырезали. То есть, пока вот, можно только вот к этим местам двум придраться. А, здесь они все поняли. Это для того, чтобы закрутить было винты. Все, вырезано, вот молодцы, хорошо сделали. Здесь, если посмотреть, что, да, дверь не отмыта. Смотрится вот это все бизнес-класс. Сто процентный вот эта насадка ровная. Обратите внимание, как личинка, где находится и где, соответственно, под нее декоративная вот эта накладка, сам прорез находится. Ну, здесь видно, да, бизнес-классика. Классно все застройщик подготовил. Так, наверное, в проекте. Про напольные радиаторы я молчу. Здесь стоит керми, хорошие радиаторы отопления. Ну, тут тоже, кстати, с фасадиком что-то не идут. Вот видите, какое расстояние. Вот здесь, здесь. Это все бросается в глаза. Сверху видна подсветочка. Должно быть, соответственно, красиво. Ну, конечно, да, такой комплекс все равно он будет всегда в цене, потому что место у него, друзья, козырное. Так, здесь у нас вообще открыта дверь, и мы можем с вами зайти и посмотреть. Ограничителей двери, к сожалению, нет. Двери грязные. Замок вообще, вот видите, там личинка застряла. Не личинка, а вот эта штука. Здесь, видите, хотя бы личинка ровно сделана. Давайте зайдем посмотрим. Вот видите, вот они, держалки внутри все видны. Расстояние, конечно, здесь они... Ну, в принципе, вот на этой плитке это нормально смотрится, если где-то чего-то... Где-то может палец залезть, где-то вообще целиком может залезть. Ну, вот надо как-то ровнее делать. О, смотрите, я починил. Номер карты напишу, и застройщик сможет мне деньги переслать за мою профессиональную работу. Вот здесь, видно, тоже они подрезали. Ну, блин, почему такая щель? Здесь одна, здесь вторая, здесь третья, здесь четвертая. Почему нельзя сразу сделать ровно? Вот это у нас вентиляция чего-то там. И обратите внимание, вот торчит сетка, то есть они почему-то не смогли это сделать красиво и ровно. И мне, честно говоря, непонятно, почему так. Поднимаем голову чуть выше, и вот здесь, видите, где отлив? Прямо в центре кадра. Там не хватает немножечко штукатурки. А где же был ваш технадзор? Лестничный марш. Красивая штукатурка. Красиво смотрится плитка. Неотмытая ограждающая конструкция. Такая слабенькая. Огромные радиаторы. Ну и самое, конечно, классное здесь кнопка выхода. Она, как обратите внимание, в соответствии с проектом застройщика, закреплена. Здесь у нас вот она вся вот так связана и замотаны контакты изолентой. Два самореза черных на 35. Ну, вдруг вам нужно, вы забыли, то можно взять здесь. Ладно, поднимаемся. Ступени здесь достаточно высокие, примерно сантиметр 18. Некомфортно подниматься. Некомфортно. Ограждающая конструкция хоть и не приварена, а прикручена. Но обратите внимание, как это сделано. Я бы, наверное, назвал бы это похабно. Не побоюсь этого слова. Мы с вами поднимаемся. Поднялись уже на второй этаж. Ну, здесь видите тоже какая красота. Здесь уже никакой плитки. Здесь просто у нас окрашенная стяжка. И дальше лестничный марш, который не выливал застройщик, а привезли его с завода бетонного. Здесь высота ступени 14-15 сантиметров. Она уже комфортная. И, соответственно, они просто взяли, окрасили краской. И когда красили, закрасили вот эту часть, ну, как-то не очень это смоется красиво. Это бизнес-класс. Окна. Деревянные окна. Хорошая, дорогая фурнитура стоит. Ограждающая конструкция пока не вижу ржавчины. Тут пока вопросов не возникает. Входная дверь на второй этаж. Красивая панель. Такое ощущение, что ты попал в собственный дом. Это очень уютно. И вот, знаете, вот сейчас вот здесь смотрю, и здесь реально вот не хватает такой же плитки, как и вот здесь под мрамор. Была бы здесь плитка, или, может быть, другой цвет краски, может быть, серый цвет. Усмотрелось бы лучше. А так все как-то белое. Ну, это, конечно, просто очень дешево. Лифтовой холл. 12 этажей. Лифт у нас, соответственно, один. Это, друзья, в сданном доме. Видите, лифт на ремонте. То есть вы уже будете подниматься пешком. Странно сделано, что по нормам радиатор должен быть сверху. Это ладно. Но почему ему не закрыли какой-то красивой сеткой, мне непонятно. И почему не сняли транспортировочную упаковку, мне, честно говоря, тоже непонятно. Здесь большая высота потолка. Наверху грильята. Я бы, наверное, предпочтел, чтобы с потолока окрасили выше грильята в какой-то темный цвет. Черный, к примеру, или темно-серый. И тогда бы это смотрелось бы более, наверное, дорого-богато. Здесь, обратите, друзья, внимание. Видите? Что это? Малярный скотч. Забыли снять. А раз дом сдан, значит, не забыли. И так у застройщиков в проекте. И вот здесь, обратите внимание, защитные колпачки на пожарных датчиках. Молодцы. Все согласно проекту. Как говорится, гори синим пламенем. Так как это второй этаж, и здесь есть указатель, то, полагаю, они идут до самого верха, хоть в этом плюс. Красиво смотрится металл. Это защитная пленка. Понятно, что оставили. Деформационная накладка. Когда если пойдет трещина, то, соответственно, его хотя бы не будет видно. Но накладочку можно было для бизнес-класса сделать и намного ровнее. Или хотя бы, не знаю, герметиком пройтись. Герметик-то у нас же не дефицит, он же есть. А так отделка хорошая. Вот здесь бы хотелось видеть цифру 2. Какие квартиры расположены здесь. Ну, видно, здесь тоже сэкономили. Аналогичная дверь. Классная дверь. Красиво смотрится. Металл, стекло достойно. Межквартирный коридор. Такой ух, пошел взбогорье. Здесь, обратите внимание, у нас дверька, где должны быть пожарные рукава. Здесь его нет. Ну, хотя бы и запорная арматура и муфта. Ох ты, господи. Датчик нам должен говорить о том, что система подключена. Но, как мы видим с вами, зуммер этот не работает. Но я могу полагать, что пожарная сигнализация здесь еще не доделана. Ну, здесь аналогично, все понятно. Тут уже электрика и интернет с телевидением. Вот, кстати, обратите внимание, вот они, вот это окрашено в такой желтоватый цвет, как и стенка, и смотрится поинтереснее. Я помню, в Минске, когда был, у застройщика эти шкафы, вот сверху еще стоит деревянный шкаф такой, открывается, и закрыто это все безобразие. Смотрится очень красиво, очень удачное решение. Здесь у нас электричество. Обратите внимание, смотрите, какое классное решение. То есть обычные вот эти ящики, точно такие же ящики и у нас. И здесь, чтобы это было красиво смотрелось, просто сделано и со вкусом. Старая советская система магнитного крепления. Обычные дверные петли, обычные белые ДСП. Обратите внимание, просто вот такой красивый шкаф. Значит, здесь мы с вами, наверху видим сразу, модуль пожарной сигнализации. Это по мне, блин, не очень. Если голову поднять чуть выше, видно все вот эти крепления, вот был бы черный цвет, вот это бы так в глаза бы не бросалось, как сейчас. Раз горит лампочка, два не горит лампочка. И это новый сданный дом. Здесь, видно, отклеились, подклеили, подмазали герметиком, но подмазали все и не все. Также у меня возникает вопрос. Вот смотрите, есть ограничитель здесь от застройщика. Раз ограничитель, два ограничитель. Входная дверь в квартиру. Но смотрится классно. Большая, хорошая, красивое панно, очень дорого. А где звонки? Где нумерация квартир? Вот я поднялся на второй этаж. Какая здесь квартира? Да кто его знает? Вот курьер сюда приедет, как ему ориентироваться? Вам придется выходить. Забрало. Смонтировано, кстати, хорошо. Молодцы. Ровненько, красивенько. Вообще никаких вопросов. У нас открыта какая-то квартира. Значит, смотрим на саму дверь. Панно здесь тоже под дерево. Дверь смотрится очень красиво. Есть такая, скажем, ночная заглушка. Еще вот здесь можно закрыться. Два замка. Ну, молодцы, сделано все. А, нет, вру. Один замок, это ночная заглушка. Слушайте, очень красиво. Хорошая фурнитура. Не стандартная, которую ставят на всех новостройках. Красиво смотрится наличник. Нормальный здесь уплотнитель. Идет так, по одному контуру. Да, только по одному контуру. Ну, соответственно, мне, я даже не знаю, сюда он нужен или нет. Ну, вот здесь бы хотелось бы тоже заглушки, чтобы не видеть утеплитель. Но зато мы знаем, что он здесь есть. Тук-тук. Есть кто в квартире? Заходим в квартиру. Здесь нужно быть аккуратно, потому что вот здесь, обратите внимание, торчат оголенные провода. Это у нас под домофон. Здравствуйте. Розетка, я так полагаю, под роутер. Так она немножечко шатается. Открываем. Здесь у нас ЕКФ-ные автоматы. У ЗОЖ-ки 63 Ампера, С32, С16, три штуки, и С10. Здесь все подписано, где, чего и что. Молодцы. И из плюсов, конечно, то, что вмонтируем стену и торчит только верхняя часть, но ничего сильно не выпирает. Это удобно. Звонок, свет. Здесь достаточно большая высота потолка. И мы, соответственно, с вами при помощи вот такой моей суперэлектронного помощника давайте-ка измерим, что у нас здесь высотой потолка. Три метра, друзья. Ну, соответственно, плюс выравниватель, плюс напольное покрытие. Два, три, четыре сантиметра у вас на это уйдет. Ванная комната. Гидроизоляция. Нет никакого порожка. По мне, это здорово, что ваш ребенок не упадет. Потому что по нормативам он должен быть. Здесь каким-то образом застройщик ушел от этого. Ну, по мне, это старая глупость, потому что раньше были деревянные перекрытия, сейчас монолитные. Соответственно, если все хорошо сделано, фиг чего протечет. Вот, друзья, смотрите. Это шкаф. Здесь у нас должен быть храниться шланг для пожаротушения. А сверху мы видим нормальные противопожарные муфты. Закрепленные, но... Если обратить внимание вот на эту муфту, то она нормально закреплена. А эти не доходят до самого перекрытия. И, соответственно, не дай бог что-то, они сработают не так, как это должно было быть изначально. А кто знает, что это такие за кольца? Напишите, пожалуйста, в комментарии, почему они завязаны до сих пор скотчем в данном доме. Канализационная труба. Есть окно для обслуживания. Запорная арматура, кстати, нормальная. Счетчики с возможностью автоматической передачи. Тепло-шумоизоляция. Как она у нас? Ну, она никак не закреплена, к сожалению. Обычно их закрепляют на специальные скобы. Но здесь почему-то решили на этом, друзья, сэкономить. Вот канализация достаточно высоко торчит. То есть вот здесь должен быть унитаз. Видите, как повернутая. То есть вот у этой стены должен здесь быть унитаз. А это входная зона. Прямо вот здесь его надо поставить. Ну, как-то не знаю, почему они это так сделали. Вот здесь, соответственно, скорее всего, под ванную комнату. Ой, под ванную, извините. А здесь, да, должен быть вот так унитаз. И гофру придется вот так по 90 градусов сюда выворачивать. То, что вот здесь прямо на стенке находятся трубы, их придется каким-то образом закрывать, каким-то шкафом, чтобы это было красиво. Есть розетки. Так, кто это у нас? ИЕК. Это у нас, я так понимаю, подсветка для зеркала, заземления, ну и, конечно, пазогребневые плиты, блоки. А здесь у нас, здесь у нас что-то другое. Сама вот эта комната, штукатурка механическая, здесь чуть более сантиметра, но при этом слой штукатурный виден равномерно, то есть изложили, сложили стены, полагаю, ровненько. Так, потолок, трещина. Ну, что-то было, видите, они тут подмазали. Потолок, кстати, бельненький. Тут вообще, в принципе, можно все окрасить, повесить люстру и быстро заехать. Откосы сделать из гипсокартона и забыть. Окна деревянные, смонтированы на пластины. Тут никакой мастики, а сделано по, наверное, старой обычной технологии. Стены сами, друзья, фасадные, из керамических блоков. Они отлично держат тепло и не пропускают холод. Это тепло туда, и, соответственно, все обратно. Есть место под установку подоконника. Сюда, естественно, просится деревянный подоконник. Ну, вот если посмотреть, вот смотрите, видите, оно здесь все уже отклеилось, потому что приклеили на пыль. И вот здесь просто такая дырель практически насквозь. Если бы там не отлив, то была бы видна улица. Внимательно смотрите, когда принимаете квартиры. Ох, четко, четко работает. Отсюда виден двор. Надо будет выйти, посмотреть, какая здесь красота по сравнению с тем, что на улице. Герметиком хорошо прошлись, тут тоже герметиком, пока вот здесь вопросов никаких нет. Так, окно получается на открытие и на вентиляцию работает. Да, слушайте, сразу тишина, хотя при этом вот открыли, было большое количество шума. В комнате есть помещение для хранения одежды. Видите, какой чистый. Это тоже для меня большой плюс. Но здесь, к сожалению, отсутствует вентиляция. С вентиляцией можно было сделать и помещение для хранения, к примеру, шуб. Остальные радиаторы Керми достаточно хорошие, современные радиаторы. У них достаточно долгий срок службы. У меня тоже стоят в Керми, уже стоят 8, 9, 11 лет в квартире. И хоть бы что. Но если посмотреть на верхнюю планку, то видно, что на нее, полагаю, вставали. И она такая уже пошла волной. Это, конечно, не очень здорово. Подводка нижняя. Разводка отопления идет под стяжкой. Это большой плюс. Во-первых, тепло будет идти из пола, где проходят трубы. Ну и сама подводка, обратите внимание, сделана ровно и красиво. Только немножечко нужно, соответственно, отмыть. Кухня. Я понимаю, что до кухни это вот по такой дырке в потолке. По-другому это не назвать, как вентиляция. Интересное, конечно, решение от застройщика. Но зато хотя бы тут нет коробов. Видим уголок. Я бы выключатель вообще не менял бы от застройщика. Оставил бы все как и есть. Здесь у нас под плиту выход. Обратите внимание, сделана аккуратно. Розетка под вентиляцию, распаячная коробка. Еще одна розетка. Аналогичный на кухне радиатор. Аналогично снизу не приклеена. Ну вот видите, вот здесь видно, что они подставляли, проставки были, а потом ее вытащили, подпенить забыли. Ну вот, конечно, мне это не внушает доверия. Я бы внимательно смотрел окна. Так как сейчас тепло, я бы рекомендовал бы, когда станет холодно, то нанять специалистов, которые придут с тепловизором и все внимательно проверят. Также еще из нюансов. Здесь у нас перемычка из металла. Но это окрашено нормально. Не знаю, вот здесь видно на камеру, там ржавчина или нет. Напишите в комментарии, потому что снизу солнце прямо бьет глаза. И мне, к сожалению, не очень хорошо это видно. Здесь, конечно, хочу отметить еще и ширину, друзья, коридора. У нас стандарт есть минимум, это метр сорок. Здесь метр девяносто. А в самом широком месте 2,2 метра. И здесь сразу, знаете, такая свобода, скажем так, чувствуется, когда ты идешь. Еще квартира. Ух ты! Тук-тук! Есть кто? Зайду. Однокомнатная квартира. И здесь такой классный нюанс, что у вас на кухне. Вот здесь идут трубы. Канализация, счетчики. Но по мне очень странно, что счетчики находятся в квартире. Почему это было не вынести в, соответственно, общий коридор? Это странно. А, друзья, это не однокомнатная. Это раз-два. Евро-трешка, как я понял. Что у нас здесь? Обратите внимание, как противопожарные муфты закрепили. Они должны быть в уровень с монолитным перекрытием. Ну, вот видите, как они здесь сделаны. Просто они вот там за трубом не идут, и все. И как за чеканинную трубу, честно говоря, непонятно. Вот здесь мы в трубе что-то видим, здесь тоже что-то есть, а здесь такое ощущение, что там чего-то не доложили. Ванная. Здесь даже есть свет, но ничего себе. Так, а тут где? Вот второй у нас включил. То ли лампочка здесь вторая перегорела, то ли еще здесь что-то случилось. Вот она висит, и все. Ну, соответственно, понятно, что вот этот пожарный шланг, который для пожаротушения своей квартиры для личного использования выдадут при получении ключей. Мы с вами видим, что вот мы заходим, здесь по идее должен быть, наверное, унитаз. Здесь, соответственно, душевая зона или зона ванны, но вентиляция здесь выглядит вот так. Это просто дырка в стене, мне это по-другому не назвать, и застройщик полагает, что это будет прекрасно все вытягиваться. А куда вытягиваться, друзья? А вот сюда. К сожалению, у меня нет анимометра, мой анимометр сломался, мне было бы интересно проверить, если вообще здесь какое-либо движение в воздухе. Так, у нас здесь еще комната, и здесь еще один санузел. О, здесь даже есть свет. Самое, кстати, классное, что сделано все достаточно ровненько. То есть, знаете, вот так к чему-то придраться особо здесь нет. То есть ровненько не видно. Ну, здесь, может быть, вот это место так себе высложили. Могли бы сделать чуть покомпактнее стяжка, вроде, на первый взгляд, ровно. Ну, конечно, лучше всегда брать приемщиков, которые, соответственно, придут с профессиональными измерительными приборами и сразу вам скажут, соответствуют ли нормативу или нет. О, здесь вот идея прекрасный вид, прекрасный. Своя теплостанция, которая обеспечивает горячей водой и отоплением. Такая зона разворота. Ну, вот, конечно, хотелось бы, наверное, как-то вот, знаете, вот эта колючая проволока с застрявшими пакетами смотрится, конечно, не очень привлекательно. Вот здесь у самого застройщика вот видите, здесь такой красивенький заборчик. И здесь, я не знаю, я бы тоже второй забор бы поставил бы, полагая, над застройщику договориться с чьей это земля и сделать красиво. Потому что внешний вид так себе. Ну, здесь аналогично металлическая перемычка, ну, мне бы хотелось, чтобы она была бы хотя бы из бетона, потому что это был бы сопоставимый материал. Мы с вами знаем, что металл ржавеет. И эта перемычка не исключение вот здесь в углу. Да? На ржавчину же похоже. Пишите в комментариях. Ну, так, конечно, самое классное это высота потолка. Три метра дает о себе знать. Большое количество воздуха. Слушайте, о, классная комната. Сразу два окна. Это, похоже, даже не комната, а помещение. Это, наверное, для приема пищи или зоны отдыха. Слушайте, прикольно. Два окна, разный, соответственно, вид. И мне что нравится, что здесь достаточно высокие окна. Ну, тут больше, в принципе, смотреть, друзья, ничего. Давайте тогда пешком пойдем с вами на... Не забыв выключить свет за собой. Видите, шлифовали и все оставили. Могли бы и убрать. И пройдемся с вами на последний этаж. Так, в принципе, все миленько, но нужно приложить руку, нумерацию квартир повесить, красивую, на двери, чуть выше двери или слива, и, соответственно, звонки. Кстати, вот пропустил тоже, видите, еще одну забрал и просите внимание, как красиво, ровненько сделано. Здесь даже не придраться к застройщику. А чтобы не было вопросов с данным домом, вот видите, это Alex Lift. Не помню, кстати, напишите в комментарии, какой застройщик обещал будет лифт. Знаете, вот мне не нравится, как нажимается кнопка, такое ощущение, что посерединке стоит пружинка, и когда ты нажимаешь вот так с края попадаешь, то как-то и звук, и она такой, знаете, начинает, как будто вот немножко вот заедать. О, видите, заело все. Либо надо почистить, либо отрегулировать механизм. А вот по такому маршу с завода бетонного подниматься одно удовольствие. Здесь комфортная высота ступени, где-то, наверное, сантиметров 14. Какой комплекс может похвастаться французскими балконами? Открываем, держится крепко, и можно смело высунуться и посмотреть на всю эту прекрасную территорию. Когда застройщик презентует новый проект, знаете, очень тяжело понять, вернее, даже не то, что понять, а хочется очень надеяться, что у него будет все так же красиво, как он нарисовал. Обычно рисуют фасады, дворы, а чуть позже у застройщика приходит понимание, как будут выглядеть мопы, и он, возможно, даже показывает их. И вот, зайдите на сайт застройщика, посмотрите рендеры и сравните их с тем, что вы увидели в видео, и напишите, как есть соответствие или есть какие-то расхождения. И вот тоже обратите внимание на марш лестничный. Окрасили, краска не сильно укрывистая, и видно, что через нее просвечивается бетон. Я не знаю, так сделали специально, либо второй раз решили не окрашивать. Ну и когда окрашивали, окрасили и ограждающую конструкцию, что по мне, честно говоря, непонятно, зачем красить черный в белый. Или соответственно наоборот. Слушайте, а чем выше, тем интереснее вид. Из плюсов, конечно, этой территории, что понятно, что ее не застроят. И это останется все так, как мы видим с вами сегодня. И даже не уберут эти гаражи, потому что они проходят под линиями электропередач. Но зато виден зеленый московский район и его красоты новостройки и старые дома. Когда поднимаешься на последний этаж и начинаешь подниматься выше, всегда почему-то заканчивается отделка, заканчивается резко плитка на лестничных маршках, краска и все остальное. Давайте поднимемся и посмотрим, что здесь в ID. Парк Победы, новостройки, бизнес-класса. 12 этаж. Жаль, что здесь нет никакого указателя. Здесь с отделочкой пошло уже что-то не так, и видно, они это заделывали потом, и внешний вид, конечно, идет вот такой типа, как плинтус, они выгодят, раз, и здесь такая капелька упала. Вот он, лестничный марш. Идем, вроде все то же самое, даже есть красивая отделка на стенах. Поднимаем голову чуть выше, видим, вот здесь отваливается штукатурка, здесь она уже вся растрескалась, бухтит, здесь она падает, и я полагаю, здесь просто текла вода. И вот такая дырка в космос. Вот здесь обратите внимание, как уже штукатурочка валится. Дом сдали 30-го, но и 6-го этого года. Здесь уже валится, тут аналогично. Ну вот такая, друзья, здесь красота. Поднимаемся выше, здесь аналогично плохо окрашенные марши, здесь еще меньше красочки. Здесь выход, вот такие ступени сделали из металла, ручку, чтобы не повредили. О, а тут у нас открыто. Класс. Ну смотрите, выходим мы с вами на кровлю. Это, друзья, сданный дом, здесь еще нет никаких ремонтов, и я не понимаю, почему себе застройщик позволяет оставлять такое здесь количество мусора. Из плюсов, что здесь намного свежее, чем внутри помещений. Вот такая лесенка, провода, здесь обратите внимание, шло-шло-шло, камера, не убегай. А здесь все закончилось, не смогли сделать. Здесь закрепили прямо в гидроизоляцию крепление для гофры. Вот она по идее должна была вот так идти, но потом поняли, что не так. Конечно, здесь классный вид. Лахтоцентр, промка, новостройки, все-все-все, конечно, здесь видно. Это у нас рупор для систем оповещения, воздушная тревога, пожар, стихийное бедство и так далее. Это везде положено. Но вот не положено вот этого. Это что вообще такое? Где это должно быть? Вот это что? Почему здесь канистры, столько мусора? Давайте смотреть дальше. Ну, здесь, например, примыкание сделано хорошо. Не видно нигде просветов, кроме как вот здесь. Сюда, соответственно, будет со временем затекать вода. Вот оно, друзья. Ну и, соответственно, понятно, что будет с кровлей и со штукатуркой. Да, всем понятно. Здесь почему-то сетка торчит. Обратите внимание к качеству, как штукатурка просто, вот смотрите, просто сыпется оттуда что-то. О, стучишь и сыпется. Шпильки поставляли, вот они. Еще кусок бетона, непонятно от чего. Ну и с плюсов хотя бы здесь сетку поставили, вот отсюда воздух весь выходит, чтобы туда птички не покакали, не попали, все остальные. Тут у нас камень СКЦ перегородочный, тут у нас красочка разлилась, здесь у нас две секции соединяются между собой, ну что-то здесь какая-то краска, банки от краски, мусор. Мне, честно говоря, непонятно, как вы так сдали дом, что у вас здесь вот все вот такое. Ну-ка, здесь тоже, наверное, открыто. А здесь тоже, открыто. вот обратите внимание, как они. Вот есть специалисты, которые занимаются штукатурными работами. Смотрите, как сделано. Напишите, пожалуйста, в комментарии, правильно сделано, качественно сделано. Может быть, я просто придираюсь. Вот скотч он здесь, то есть вот эту сторону нужно было приклеивать. Куда приклеить? Естественно, вот сюда. Почему это все вот так напутано? Ну, в общем, пишите в комментарии, друзья. Здесь мы эти герметик проложили, проложили, а вот здесь почему-то решили сэкономить. Герметик же, наверное, по импортозамещению тоже идет. Тут оставили кусок чего-то, полиэтилена какого-то, наверное, на память. Ливневка. Сюда, соответственно, должна уходить вода, здесь должна быть уклонка. И сверху, как правило, ставят сетку. Она может быть и внизу, еще и сверху, чтобы ни листья, ни грязь, ничего не попадали. Бывают такие случаи, когда вороны прилетают, реально камни туда, кидает. У них какой-то прикол. И вот, чтобы такого не было, ее не загрязняли, для этого она стоит. Но здесь все говно с этой кровли будет течь прямо туда. И вот здесь, обратите внимание, тоже все вот в каком-то состоянии, честно говоря, не в состоянии. Вот герметиком прошлись, а вот здесь дырочка осталась для водички. И вот здесь, смотрите, как качественно тоже сделали. Вот оно. Вот такая штукатурка. Вот здесь, например, утеплители. Я не знаю, для чего вот здесь утеплять. Ну ладно, наверное, нужно по технологии. Но я бы гидроизоляцию делал чуть выше. И, возможно, здесь вообще бы не теплоизоляция, а лучше, наверное, кирпич было применять. Потому что эти места потом со временем, потому что на низком уровне вода попадает, капли попадают сюда, брызгают сюда, и это все начинает валиться. Здесь, обратите внимание, здесь куча каких-то проводов. То есть, знаете, такое ощущение, что это все как-то времянка. Нет ощущения, что вот это уже сделано по проекту. Никогда не поверю, что в проекте будет это все вот так. Вот здесь, видите, как они идут. Вот там все аналогично. Система для отвода дыма. Вот отсюда он должен валить, если вдруг что-то произойдет. А здесь паук из проводов. Вот видите, где-то я понимаю, кто-то ошибся. Либо проектировщики, либо, соответственно, сами строители. Но каким-то образом они это все сдали, и это все выглядит вот так. Возможно, это... А, слушайте, здесь грибок должен быть. Вот оно, межкровенное пространство, засыпанное керамзитом. Грибок, чтобы влага туда не попадала. Но здесь все открыто. То есть, у вас получается бетон. Вместо теплоизоляции, как я понял, здесь все керамзитом засыпано. И сверху вентиляция крови, что если какой-то конденсат есть, он отсюда сверху выходит. И чтобы вода туда, влага не попадала, здесь, соответственно, вот такой грибочек стоит. А здесь его нет, будет идти дождь, все будет попадать туда. А потом не удивляйтесь, что на последних этажах у вас пойдет водичка. Ну вот, смотрите, приятно видеть вот такую трещину. Очень приятно. Я бы сюда метку поставил, понимал бы, расходится бетон, или нет. Здесь расхождение 3-4 миллиметра. Местами даже по сантиметру. Ну, так приятного, честно говоря, мало. Ну вот, друзья, вся кровля. А, вот у нас. Это вентиляция, канализация. Здесь обычно тоже ставят грибки. Ну ладно, эта канализация и так пойдет. Это вообще у нас стоит, как пизанская башня. А вот должен быть вот такой грибок, друзья, и там. Да, держится все, конечно, смотрите, как все. Наверное, так и должно быть. Вот у нас ливневка. И обратите внимание, вот здесь почему-то валяется вот эта сетка. Она должна быть вот здесь. Вот. И она должна быть здесь смонтирована. Ремонтирована. Так. О. Ну вот я практически починил евроинвест. На карту мне пришли эти деньги. Я что-то за вас тут хожу, все чиню. Может быть, мне еще мусор за вас повыбрасывать? Ну вот это, конечно, самое, наверное, для меня резкое замечание застройщику. По вот этим каналам смотрится просто убожественно. Бизнес-класс. Здесь мы с вами видим слабое место. здесь штукатурка, здесь, соответственно, отлив, металл. Вода будет течь, расширение металла. Здесь металл расширяется лучше, чем штукатурка. Здесь пойдут трещины. Потом она начнет отвалиться, потому что вся влага идет как раз вот сюда. Здесь мы видим утеплитель. Небрежно засунут. На кровле же никто ничего не видит. И сюда, наверное, никто не зайдет. Ну, тут еще одну лесенку оставили. Палку от швабры. Ливневка с крыши. Надеюсь, она там сделана в уровень. Не хочу надолезть. Тут уже все ржавое. Вот здесь. Вот здесь должен быть ярлык, что проверили и сдали эту конструкцию. Но здесь почему-то этого ярлыка нет. Очень странно, очень странно, как они это все сдавали, проверяли. Вот здесь все аналогично. И единственное, что отсюда, конечно, открывается просто, я считаю, изумительный вид на город, на новый, на старые дома. Да, неплохо, неплохо. Ну, а там еще стройка идет здесь, здесь, соответственно, идет стройка. Ох, красиво смотрится. Вот он, парк Победы. Блин, ну, конечно, место здесь просто суперское. Место просто, друзья, офигенное. А, вот, громотвод один. Не знаю, положено, чтобы он один был, или их должно быть несколько. Уважаемая управляющая компания. О, уважаемый застройщик, как вы здесь принимали работу, если у вас здесь вот так торчит герметик? По мне это очень, очень странно. Ну, и хотелось, чтобы управляющая компания закрывала все двери. Тут, ну, ребята, пошли еще какие-то работы будут делать. Смотрите, видите, сколько текло всего, и все прямо в канализацию. Молодцы, молодцы. Кому лопата нужна совковая, а есть на крыше, поднимайте, забирайте. Иду сделать пару красивых фото, а здесь, смотрите, вот кусок металла. Тут металл, тут металл, мусор, колпачки опять не поставили. Смотрите, евроинвест. Это же все делается легко и просто. Берете в руку колпачок и вот сюда его вставляете. Вот тут даже специальный зажимчик есть. Вот он. Так. Да, который работает что-то странно очень. Ладно. Ну, хотя бы так. А это у нас что? Вот от него, наверное, похоже. Ну, давайте соберем это вот сюда. А это вот сюда. Вот так. Скоро ли мы ушли. Это у нас 12-й этаж. Система управления лифтами. Обратите внимание, как все вынесено. Цвет отличается от металла, от серебра. То есть, это не пленка защитная. Не знаю, почему бы было сразу не сделать все в один цвет или хотя бы утопить, как это делают некоторые. Но тут штукатурки не хватило. Могли бы повесить ровнее. Но это уже, конечно, все мелочи. Да, здесь все на потолке аналогично. Здесь у нас добавился вот такой кабель. Интересно, что это? А это у нас... Ой, читайте, друзья, высоко, мне так не видно. Дверь смоется красиво. Я уже повторяюсь. Заходим. И здесь у нас аналогичные аналогичные квартиры. Здравствуйте. Смотрите, из нюансов есть вот такая штука, как дверь, которую вы потом будете устанавливать. Если измерить расстояние, то здесь всего лишь 89 сантиметров. А сюда, конечно, встанет полотно 80-ка. Но если бы вот здесь был бы кусок стены наручен застройщиком, то нормально бы встал бы ровно и красиво наличник. Потому что здесь он встанет, а здесь ему встать негде. С обратной стороны аналогично. нотыльки. Но зато обратите внимание, кстати, вот они тут по загребень здесь, по загребень здесь. То есть такая двойная стена из по загребень. Здесь, я так полагаю, немножечко утеплителя. И здесь обратите внимание, в квартире свой санузел. То есть можно поставить, сделать душ и туалет. Такая родительская комната, в которой получается у нас один вход. И здесь вот так наделано. Вау, друзья, обратите внимание, здесь нет стекла. Ты выходишь, и у тебя вот такой классный вид. Кто-то, да, скажет, что что за вид, ничего такого нет. Но зато здесь, друзья, знаете, он ниже, здесь все низкие постройки, там уровень на четвертый этаж, который выше, а не дальше. Церквушки видны, большое количество стройки, различных объектов. Тут все, как говорится, весь город, часть города как на ладони. И понятно, что здесь уже такая обжитая своя среда, и, соответственно, навряд ли здесь что-то поменяется. Поэтому такой вид обеспечен будет на долгие-долгие десятилетия. Вот эта квартира, кстати, очень прикольная. Здесь получается у нас выход на лоджию открытую, она не застеклена. И вот здесь будет постоянно валить пар. Ну и представляете, когда дует ветер, если он на тебя дует, то будет идти все вот сюда. Ну, надеюсь, что они смотрели розу ветров, и поэтому тепловой пункт поставили там так, что ветер дует все время в ту сторону. Да, у этой квартиры прикольный вид на несколько сторон. Молодцы. кстати, здесь неплохо сделана гидроизоляция. Я бы здесь постелил бы доску или плитку и все. О, видите, отвалилось. Ай-яй-яй. Ну, я все сделал, евроинвест, за ваших строителей. Вот так это должно быть. Там просто клипсы, надо просто прикрепить. Ну, или надеюсь, что сделал. ну-ка. А, держится, сделал. Да. Слушайте, прикольно, здесь тоже большое окно. Заходим, и обратите внимание, что там у нас была мастер спальни, и здесь. А раз проход, у нас здесь, не знаю, зона отдыха, наверное, и здесь своя ванна. То есть, две комнаты с ваннами. На последних этажах вот такие устройства стоят для отвода воздуха. Держится нормально. Посмотрим, может быть, будут приемщики, было бы интересно с ними посмотреть, что и как с качеством. Квартира, вот открытая распаячная коробка. И в этой коробке мы что с вами видим, друзья, провода. Все верно. На 12 этаже застройщик исправился, и сделаем нумерацию квартир. Вот, к примеру, цифра 3 на скотче малярном и цифра 4. Вот она. Тук-тук, есть кто живой. Аналогичные двери. Так, тут у нас... А, здесь смотрите, куда у нас вид, друзья. Тут козлика людям оставили. Французский балкон. Вот что-что, а окна работают просто шикарно. Крепко держатся. И вот у нас здесь сразу виден вот эта коммерция, стилобатик, остальные здания, которые здесь достраивают застройщик. Школа, да, класс, или детский сад. Что-то я уже забыл, что это школа или детский сад. Напишите в комментарии. А отсюда видна зеленая зона комплекса. Сейчас спустимся, друзья, посмотрим. А решил посмотреть, что будет видно в глазок. Друзья, скажу, что вид, конечно, так себе и не удивлюсь, когда их начнут менять на нормальные. Самое интересное, что сейчас мы смотрели квартиру с большой площадью, а количество автоматов все одинаково. И мне, честно говоря, непонятно, почему сделано так. Лично я полагаю, что чем больше помещений, тем должно быть больше кузушек. Но здесь почему-то все одинаково. Напишите, друзья, электрики, так должно быть или все-таки нет. А здесь что-то должно было быть, но этого почему-то нет. А здесь уже обратите внимание, чем-то похоже на зеленение. Микрокустики, какая-то сорная трава, такую я вот траву вижу на полях. Ощущение, что здесь вообще траву не засаживал. Ну, посадили вот такие, наверное, красивые цветочки, беленькие. Надеюсь, они будут жить долго и счастливо. Отдел заселения. Здесь мы видим с вами тоже должно было что-то быть, но этого почему-то, друзья, здесь нет. Здесь мы видим аналогичную ситуацию. Здесь должно было быть что-то с освещением или еще дополнительно забор сделан, но его тоже почему-то нет. Даже можно сюда пройти, смотрите, все открыто и посмотрите из окна на современную систему нагрева воды газом. Ну, какие трубы большие. Расширительные баки, сколько их тут много. Вот такая красота. Небольшая парковка. Деревья. Прикольную штуку сделали, на которой можно посидеть, как я полагаю. А, это они что-то там закрыли, а она еще светится, это светильник. Вот от нее шнур. А, они, видите, прорыли здесь для того, чтобы потом подключить. Входная группа, ворота просто открываются вручную, видим гофру под электрику и здесь уже заходим, здесь хотя бы есть деревья, есть вот такая гофра. Внутри в ней ничего не видно, то есть они это почему-то не доделали. Очень странно. Небольшая здесь совсем территория у дома, который, соответственно, сдали, потому что у каждого здания своя территория, электроподстанция. С травой сами видите, что здесь просто нет. Но зато вот какие-то еловые кустики, дворовое освещение. Но, в принципе, если травой засеют, будет, конечно, красивенько. Корой здесь накидали, смотрите, как прикольно. Здесь куда-то гору начали пускать. Почему это сейчас они до этого сделали, честно говоря, непонятно. Здесь свой такой небольшой хвойный лесок, по мне, смотрится классно. Непонятно, почему вот здесь не сделали тропинку, здесь, видите, уже рабочие, даже все протоптали. Есть вот такой, знаете, ландшафтный дизайн. еще вот такие светильники, деревянные сидушки, стилизованные урны и небольшая детская площадка. Здесь из плюсов брусчатка, для детей поменьше. песочница, кстати, достаточно большая. И здесь, смотрите, прикольно, что может ребенок не только в песочке поиграть, а он также может его закидывать в эти различные штуки, поднимать, опускать и, соответственно, играть. тут можно песочек просеивать, прикольно. Типа, сынок, давай-ка мне пару ведерков песка просей, мне эту стяжечку нужно в квартире переделать. Да, двор прикольный, красивый. Мне нравится, что дерево. Дерево – это класс. Здесь вот нахожусь внутри, но вот понятно, вот это похоже коммерция. Что вот это? Это вход в квартиру или нет? Почему нет никакого большого указателя? Номер подъезда. Ну, вот понятно, да, по лавочке, по урне, что-то должен быть вход в подъезд. Но почему это никак, никаким образом не обозначено? Где какие квартиры? Вообще непонятно. Закрыто. А, друзья, знаете, это не в квартиры, это коммерция. Так, здесь у нас приямочек закрытый. Здесь у нас не смонтирована стоянка для велотранспорта. Здесь мы видим с вами ее. И здесь еще скамейки. Вот как у нас все. Как классно гидроизоляция отвалилась по фэншую. Классно, да? Смотрите, как гидроизоляция вся отвалилась уже. Да, сюда что-то лучше не заглядывать. Сейчас хочется еще в подвал спуститься, посмотреть. Как красиво развивается по ветру защитная фасадная сетка, чтобы грязь и пыль не летела в воздух. Прямо как паруса на корабле. А сам фасад, друзья, смотрится достаточно неплохо, красивенько. Есть небольшие мелочи, но это в принципе все поправимо. Ну и двор, конечно, на мой взгляд, выглядит намного интересней, нежели чем территория уже получается, которая выходит на улицу. У нас заезд-выезд, здесь, чтобы не выезжали за крепленно проволокой, большие деревья, но уже подсыхают, непонятно, почему управляющая компания до сих пор не смогла полить. Еще, кстати, вопрос, я здесь нигде не видел выводы под воду. Есть это интересно в проекте или нет? Когда смотришь на весь цоколь, на весь фасад, нигде не видно, где есть краны, где должны они быть. А, вот вру, вот, похоже, технологический либо технологический проем, либо оттуда будут брать воду. А так, конечно, в принципе, вот здесь внутри смотрится достаточно неплохо. Главное, не забывать поливать. А вот здесь так отсвечивается либо специально сделано, такое ощущение, что, смотрите, написано PIG на L-N- Я-Н. Такое ощущение, что как будто буковки, да, друзья, есть такое ощущение? А, к сожалению, входные группы закрыты, но вот здесь, если мы с вами видим красоту, то в соседнем подъезде даже почтовые ящики не смонтированы. Ну что, давайте посмотрим, как выглядит у застройщика приемки. Если обратить внимание, то здесь видно большое количество следов воды, и, честно, здесь не видно, чтобы где-то было технологическое отверстие, которое бы отводило влагу. Должно все само куда-то испариться. И я обратил внимание на примыкание. Вот на это примыкание. Обратите внимание, как это классно сделано. Три слоя утеплителя, не зачеканенного, внизу гидроизоляция и большое количество песка и мусора. Приехал в свой двор на самокате или велосипеде и хочешь его, например, пристегнуть, то можно взять вот эту штуку и пристегнуть, например, его вот здесь. Крепление есть, но, соответственно, прикрепить в мелкой гравийной крошке, я понимаю, будет достаточно затруднительно. А вот они и видны, друзья, почтовые ящики. Обратите внимание, что моб входную группу они еще не сделали, но дом успели сдать. Красавцы! Ну, конечно же, кто-то скажет, ну что ж ты, Артемов, они же только сдали дом. Ну, друзья, они же уже выдают ключи от квартиры, а когда мы с вами покупали этот проект, нам показывали картинки, говорят, что вот-вот вам будут выдавать ключи, сдаем дом, и вот сдаем именно вот так, как нарисовано. И обратите внимание, как нарисовано и что на самом деле. Напомню, друзья, что здесь однокомнатную квартиру можно приобрести за 12 миллионов рублей, вернее, от 12 миллионов рублей. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 12 миллионов 900 тысяч рублей. Для меня комфортное жилье это когда ты приобрел квартиру в новостройке, получил ключи, привез мебель, детей, дети пошли в детский садик рядом с комплексом. Рядом с комплексом они пошли в школу, есть остановки общественного транспорта, магазины и парковки для автомобилей. Здесь, конечно, самое классное это место расположения, но перед тем, как выбрать квартиру, нужно внимательно подумать и выбрать именно тот вид, который подойдет больше для вас. Нужна помощь с выбором и продажей недвижимости? Оставьте заявку на andreartemov.ru или напишите в моей соцсети, они в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok